Здравствуйте! Розмарин – это известная средиземноморская пряность, которую можно выращивать дома в горшке на подоконнике. Это не только увлекательно, но и полезно. Розмарин – это не только пряно-вкусовое растение, но это еще и лекарственное растение, и у него даже название «Розмарин лекарственный». Многие покупают розмарин в цветочных магазинах, в горшках, приносят домой, и он начинает засыхать, начинает иметь очень плачевный вид. И в конце концов может даже погибнуть. Сегодня разберемся, из-за чего это происходит. Розмарин – растение южное, и если вы на лето либо вынесли горшок на улицу, либо посадили в открытый грунт, на зиму надо убирать, и в условиях нашей зимы, зимы средней полосы, розмарин не перезимует ни при каком укрытии. Но зимой у розмарина наступает период покоя, и даже если он растет у вас на подоконнике, у него прекращается бурный рост, и вот в это время розмарину нужна температура от плюс 6 до плюс 15 градусов. В квартире такую температуру создать можно, но всем, кто будет жить в этой квартире, кроме розмарина, будет очень некомфортно. Поэтому, для того, чтобы сохранить розмарин зимой, а вот так вот сухнуть он начинает именно зимой, ставим его как можно ближе к окну, и стараемся максимально соблюдать вот этот температурный режим. Или поселяем его на застекленный отапливаемый балкон, который не промерзает. Розмарин, вообще-то, это растение больше пригодное для выращивания в зимнем саду, и очень важна розмарину влажность. Летом мы можем его вынести на открытый воздух, но вот зимой в наших комнатах очень сухой воздух, и розмарин от этого страдает. Для того, чтобы увеличить влажность воздуха вот именно вокруг розмарина, ставим его на поддон, который засыпаем галькой, и наливаем туда немножечко воды. Либо ставим плошки с водой, а лучше всего с льдом или снегом, это немного охладит воздух вокруг розмарина, и вот таким образом увеличиваем влажность вокруг растения. Полив умеренный, но регулярный. Розмарин очень болезненно реагирует на недостаток влаги. Листья будут желтыми, но если розмарин перелить, то он будет сбрасывать листья. И полностью пересохший земляной кум в горшке окончательно добьет ваше растение. Розмарин можно размножить в домашних условиях. Это можно сделать с помощью семян, и это можно сделать с помощью черенкования. Вообще размножать розмарин с помощью семян довольно-таки длительное занятие, но сегодня мы попробуем провести эксперимент. Мы попробуем укоренить, я вам покажу как. Ну а сначала я посажу несколько семян розмарина для того, чтобы у нас выросли молодые растения, и посмотрим, что лучше и быстрее вырастет, и что лучше и быстрее даст там хороший красивый куст. Семена у розмарина довольно-таки крупные. Посадим по два семечка в каждый горшочек. Ну а потом, если что-то какое-то будет чахлое растение, мы его удалим. И сюда два семечка. И потом, после того, как взойдут, что-то может не взойти, что-то может быть будет такое чахлое, мы это уберем, а хорошие росточки будем выращивать дальше. И, как я уже говорила, розмарин можно черенковать. Для черенкования нам понадобятся верхушки, вот эти молодые верхушки побегов. Мы их срезаем острыми ножницами под углом 45 градусов. Затем мы берем, немножечко обмакнем в воду и опудриваем в стимуляторе корнеобразования. Вот такой побег у нас получился. И сажаем его в рассадный стаканчик. Соответственно, земля в стаканчике уже очень хорошо увлажнена. Для того, чтобы растение укоренилось, ему нужна большая влажность и нужен свет. Поэтому накрываем нашу мини-тепличку прозрачной крышкой, ставим в теплое место, ну, относительно теплое место, где градусов 20. Ну и, соответственно, надо, чтобы место было светлое. Где-то через месяц должны появиться корни, и наши росточки тронутся в рост. И посмотрим, что у нас быстрее. Вот укоренятся росточки или появятся новые всходы. Тогда-то и сравним. Розмарин можно выращивать и в однолетней культуре. То есть вот эти укорененные росточки мы потом высадим в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Ну, а где-то в августе нарежем ароматной зеленью, подсушим и будем пользоваться всю зиму. А в горшке, еще раз повторюсь, вот нужна прохладная зимовка, тогда он не будет выглядеть вот так вот полузасохшим, чахлом, как выглядит у нас вот этот розмарин. Розмарин добавляют в соусы, розмарин добавляют в блюда из мяса и рыбы, розмарин добавляют в выпечку, розмарин добавляют в чай. И я думаю, когда вы подружитесь с этим растением, получите вот эту вот пряную зелень и поймете, насколько она улучшит вкус той еды, которую мы привыкли потреблять. Ну, а мои советы, надеюсь, помогут вам и подружиться с розмарином, и вырастить новые растения. Ну, а у меня на сегодня все.